Может Берку упорно звезду, Олега Монгола, ну, мне кажется, они тебе сейчас по уровню. И на Олега Монгола не гони, он боец посерьезнее тебя, и не судись с ним, пожалуйста. А как ты с Беркой развлекаешься, мне кажется, людям лучше не знать. Рыгбист, ну что, ты молодец, слушаешься, я сказал тебе меня отмечать, ты отмечаешь. Все правильно, ты вас должен услышать своего хозяина. Толян, ужас, ты же солидный человек, столько мата и агрессии. Я даже не думал, что смогу так сильно тебя разозлить. Вот контракт с Анатолием Сульяновым. А я предполагаю, что рыгбист может выйти 77, ну и 84 он примет, потому что если вспомнить ту же бодиманню мясорубку, там выступал в абсолютке, как бы, пожалуйста. Впервые промоушен Панч Клаб проводит оффлайн поединки, которые может посмотреть любой желающий. В карде Большой Папа, Пельмень и другие невероятные зрелищные поединки на кулаках. Билеты по ссылке в описании. Дорогой Даня Рыгбист, я смотрю, ты сильно преуспел в оформлении сториз, прилепляешь всякие красивые картинки. Молодец, СММчик у тебя работает. Он у тебя вообще способный парень, в части комментариев особенно. У меня к тебе будет большая просьба, чтобы я не из ютубов узнавал о том, что ты там что-то ко мне обратился, рассказываешь всем, что я засухарился. Ты отметочки делай просто и, поверь, я буду тебе достаточно быстро отвечать. Это первое. Второе, что касается самого контракта. Ни от Камилы Гаджиева, ни от Асхаба Тамаева я свой контракт еще не получал. Если ты хочешь узнать, готов ли я с тобой драться, да, готов. Что в части условий. Я буду драться за лучшие коммерческие предложения на рынке и буду делать свой выбор исключительно исходя из суммы гонорара. Ну и третье, самое главное. Рыгбист, если у тебя такой большой простой был, ты вот по следующей историке сделай свайп, подбери себе достойного оппонента. Ну так, чисто разогреться. Может Берку упорно звезду, Олега Монгола. Ну, мне кажется, они тебе сейчас по уровню. И да, Эпик Файтинг уже на канале. Первый выпуск боев. Анатолий, а какой же ты все-таки продажный человек. И отметь тебя, чтобы на твои зубы лишний раз посмотрели. И драться ты готов, где тебя больше умаслят, неважно какой уровень организации. Ужас, ужас просто. Вот простой у меня два года, а ты-то когда вообще в своей жизни дрался? И на Олега Монгола не гони, он боец посерьезнее тебя. И не судись с ним, пожалуйста. А как ты с Беркой развлекаешься, мне кажется, людям лучше не знать. Лучше скажи всем, когда ты драться ты готов, чтобы контракт на тебе можно было прислать. А то ты сейчас просто воздух сотрясаешь, как обычно, ничего больше. Ну что, друзья, от слов переходим к делу. И Толи, и Даня правы. Бумаг они не получали. Нужно было немножко посидеть, подумать. Вот контракт с Анатолием Сульяновым. Человек сделает покрутнее. Здесь все, как говорится, черным по белому. Подписывайся со своей стороны. А деньги 10 миллионов рублей. И если кто-то предложит то ли большие деньги, то ли и Дани, то они будут абсолютно правы, приняв то предложение. Хотя хочу напомнить, что не все измеряется деньгами. Нужно еще понимать, на какой площадке ты дерешься и так далее. Авторитет площадки, условия, которые организаторы могут создать, и их опыт. В общем, если кто-то предложит больше, парни, делитесь там. А вот мое предложение 10 миллионов. Тольную электронную почту не знаю. Сейчас отправлю Толику. Это все в WhatsApp. Вот 10 миллионов. Еще раз. Пишкинский выпуск и действительно жары здесь хоть отбавляй. Буквально недавно все угремело обсуждениями возможного боя рэгбиста против Анатолия Сульянова. Потом вроде как у Анатолия была травма и казалось бы, что все подзаглокало. Вызвался Артем Тарасов, как бы что я готов к поединку с рэгбистом и хочу предложение от Камилы Гаджива получить. Но неожиданно вчера все приобретает новый ход. И сейчас мы уже понимаем, что все более и более серьезней в плане того, что этот поединок в принципе мы можем с вами увидеть. Но давайте обо всем по порядку. Здесь все отдельно благодарю канал Pop'em Mayfait, который в один ролик объединил эти сторисы. А сторисов там было вчера ой как немало. Но давайте приступим. Я сразу вас предупрежу, что это еще не вся их словесная перепалка. Вторую часть мы посмотрим немного позже. Что мы поняли из услышанного здесь? Анатолий Сульянов рассматривает больший гонорар. И мы тут вспоминаем, что предложение Асхаба Тамайл составляло 15 миллионов. Оно пока наибольшее на рынке. Вы скажете, а вот Еркайф предлагал по 4 биткоина. Ну там совсем все как-то вот достаточно облачно. Но еще один важный момент. Анатолий Сульянов на данный момент никого контракта не получал. И буквально же в эти часы Камил Гаджиев публикует пост, в котором сообщает, что контракт Анатолию отправлен. И в ближайшее время будет отправлен Данию Рэгбисту. Короче говоря, там вот все вот так вот происходило с минуты на минуту. И экшончик был еще тот. Вот тут мы с вами глазиком можем посмотреть на некоторые пункты. Первое, что мы видим, место проведения боя. Это Сочи. А далее то ли слэш. В общем, наверное, Сочи-Москва. Да. Сочи-Москва. Весовая категория 84. Я думаю, это устраивает и... Это точно, я думаю, устраивает Анатолия Сульянова. Я думаю, он потяжелее выйдет. А я предполагаю, что Рэгбист может выйти 77. Ну и 84 он примет. Потому что, если вспомнить ту же Бодиманню Мясорубку, там выступал в абсолютке. Пожалуйста. И вот далее очень интересно. Количество раундов 3 по 5. То есть 3 раунда по 5 минут и гонорар. Вот сразу объединю. Я объясню, почему. Гонорар 10 миллионов рублей. Я вспоминаю предложение Асхаба Томаева. Он готов каждому дать по 15 миллионов. И еще одно. Внимание. В принципе, его устраивает формат проведения 3 раунда по 3 минуты в формате ММА. То есть получается там меньше минут боевого времени. И гонорар больше в полтора раза. В общем-то, у Томаева, конечно, предложение пока такое. Намного привлекательнее. Но! С другой стороны, Камил Гаджиев уже предлагает конкретный юридический документ. Контракт на бой с подписью Асхаб Томаев пока контракт не высылал. Короче, интересные баталии там намереваются. Но! Жаришка на этом не заканчивается. Давайте приступим ко второй части вчерашних сторис Дани Рэгбиста и Анатолия Сульянова. Потому что там жара начинается просто страшнющая. Рэгбист, ну что, ты молодец. Слушаешься. Я сказал тебе меня отмечать, ты отмечаешь. Все правильно. Пес должен слышать своего хозяина. Слушай, тебя так беспокоят мои зубы. Я понимаю, что кривой забор, который у тебя во рту вместо зубов. Мы тебе не даем спокойно спать и нормально улыбаться. Но это же не мои проблемы. Завидуй молча. Что касается контрактов, боев. Ты, видимо, слышишь плохо. Я тебе все сказал. Мне контракты еще никто не выслал. По монголу базару нет. Серьезный боец. Я думаю, тебя он распоряжет как пса. Второй раз про пса говорим. Опасно. Вот. В части всего остального молодцы. Быстро собрали совещание. Такой креативной группы. Компании Top Dog. Лейбл свой ты запилил. Все по красоте. Но шутка, сказанная второй раз, не смешная. К трештоку на наших конференциях. Готовься, пожалуйста, лучше. Потому что сейчас, ну не очень объективно. Давай, работай над собой. Молодец, малыш. Колян, ужас. Ой, Колян. Толян. Толян, ужас. Ты же солидный человек. Столько мата и агрессии. Я даже не думал, что смогу так сильно тебя разозлить. Вот этим вот заборчиком. Короче говоря, где уж креатив пошел, так это у ребят в сторис. Хочу сказать, что там и дальше продолжилась эта беседа по поводу зубов рэкбиста. Короче, там истории продолжаются. Я думаю, в ближайшее время этот комбуджаро будет только нагнетаться. Ну, о главных моментах. Короче говоря, бой пройти может. Не знаю, как у Асхаба Тамаева, Камил Гаджиев, вот прям уже решительно настроен. Еще один там важненький моментик, это дата проведения мая 22-го года. Там плюс-минус, конечно, километр. Но мы с вами понимаем уже, что зимой ждать этого, ну, такое себе. В начале весны тоже. И, скорее всего, если это и будет, это будет май. Короче, еще ждать долго. И вы представляете, просто. Вот это вчера все происходило буквально за один вечер. За несколько часов все это произошло. Вы просто представляете, что еще может произойти и сколько всего за полгода. Просто страшно себе представить. Но от себя я могу сейчас сказать одно. Бой Анатолия Сулианова и Дани Регвиста. Самый ожидаемый поединок в сегменте. Поп-мэй, кулачный бой. Короче, в нашем сегменте. И даже бой Дани Регвиста и Артема Тарасова уже, конечно, не так. Во-первых, актуальность уже подугасла все-таки за два года. Здесь лица двух лид. Здесь уже есть такие словесные перепалки. И, я думаю, уверенно выходит это противостояние на первое место. Кстати, напишите в комментарии, прав ли я. Или, может, у нас есть и более ожидаемые противостояния. Субтитры сделал DimaTorzok